ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый частый вопрос, который задают начинающие поклонники Rush, смотря видеозаписи концертов, что делают на сцене стиральные машины? Разгадка следующая. Вначале за спиной фронтмена Гэди Ли обычно стояла батарея усилителей для бас-гитары. Однако со временем он стал подключать гитару напрямую в пульт. Звук он слышал в наушниках, поэтому усилители со сцены исчезли. Гэди чувствовал себя очень неуютно, когда за его спиной образовалось пустое пространство. Поэтому Роуди стали вытаскивать на сцену все подряд, чтобы заполнить место. Со временем это превратилось в фирменную шутку. На сцене вечно стоит несколько работающих стиральных машин, в которых мелькают футболки. В некоторых турах их заменяют на гриль-машины, в которых крутятся настоящие куриные тушки. Иногда музыкант принимается поливать их соусом. Некоторые находят в этом тонкое издевательство Ли над коллегами по цеху, которые выстраивают на сцене целые баррикады из усилителей. История Раш берет свое начало в Торонто в конце 60-х годов, когда два 15-летних подростка, сын выходцев из Югославии гитарист Алекс Лайсон или по паспорту Александр Живайнович и потомок польских евреев бас-гитарист Гэди Ли или по паспорту Гарри Ли Вайн Рип, находясь под влиянием Крим, Ярдбергс, Деку и Джимми Хенрикса, решили собрать свой собственный рок-коллектив. Спустя более трех десятков лет Гэди Ли будет вспоминать. Я встретил Алекса в старших классах школы. Мы учились параллельно. Когда я его увидел в первый раз, он был одет в рубашку какого-то дурацкого цвета. Я подумал, что выглядит он весьма глупо. Я был музыкантом, играл на бас-гитаре и тусовался с компанией таких же ребят. Мы искали гитариста. У меня и у Алекса был общий друг, который позже стал профессиональным хоккеистом. Он постоянно твердил мне, ты должен посмотреть этого Алекса. Он отлично играет на гитаре. В конце концов, мы сошлись. Оказавшись на следующий год в одном классе, мы смогли узнать друг друга лучше и в итоге стали играть вместе. Доукомплектовав свои ряды третьим участником, барабанщиком Джоном Аратси и взяв броское и многозначительное название Араш, парни начали музыкальную карьеру в барах, колледжах и на различных частных вечеринках. Уже в конце 73-го года в жизни молодой группы произошло значительное событие. В Торонто с гастролями приехали американцы The New York Dolls и менеджерам Rush удалось пристроить группу, разогревать концерт заезжих знаменитостей. Публика приняла группу весьма хорошо и коллектив решает записывать первый полноценный альбом. Поскольку денег было мало, решили экономить на всем, сами продюсировать пластинку, а записываться в наиболее дешевое студийное время по ночам. Окончательно сведенная лента не понравилась никому. Было решено найти серьезного продюсера и пересвести пластинку заново. После недолгих поисков пригласили Терри Брауна, продюсера, работавшего ранее с Proco Harum и The Trox. Менеджер группы Ray Daniels продал свою достаточно успешную менеджерскую контору, и на вырученные деньги группа отправилась в Sound Studios, где Терри Браун пересвел дебютную запись. Первый альбом, названный просто и незамысловато «Rush», был выпущен в 74-м. Часть тиража пластинки была разослана из Канады на различные радиостанции Америки, и песни трио несколько раз транслировались по радио. В результате слухи о молодой перспективной канадской группе дошли до компании Mercury Records, менеджер которой предложил Rush контракт на выпуск двух альбомов. Таким образом, дебютная пластинка трио была переиздана в Америке и уже к концу года разошлась там тиражом 75 тысяч экземпляров. В это же самое время Нью-Йоркское концертное агентство, которое проводило концерт New York Dolls в Торонто, также предлагает группе свое содействие, благодаря которому Rush начинает достаточно активную концертную деятельность. Во время гастрольных поездок у барабанщика Джона Ратси, страдающего диабетом, возникают серьезные проблемы со здоровьем, и он решает покинуть группу. Лайсон и Ли объявляют прослушивание, и после непродолжительных проб место за ударной установкой занимает барабанщик Nail Peert. С Nail'ом группа отправляется в четырехмесячное турне по США, во время которого играет на разогреве у Юрия Хип. Надо отметить важный факт. Помимо барабанных функций, Nail Peert взял на себя также ответственность и за тексты коллектива. Будучи поклонником фэнтези, различной научно-фантастической и философской литературы, Peert создавал эпические фантазийные и аллегоричные тексты, в которых порой присутствовал явно антисоциальный подтекст. Но об этом чуть позже. А сейчас вернемся к музыке. В начале 1975 года группа записывает свой второй альбом «Fly by Night». Вслед за выходом этой пластинки, Трионов едет в тур открывать концерты уже Aerosmith и Kiss. Что касается музыки группы, то скажем честно, в музыкальном плане первые два альбома ничем особенным не отличались. Это были добротные классические рок-песни, явно вдохновленные творчеством Led Zeppelin и Black Sabbath, сыгранные с разудалом юношеским энтузиазмом. Что, впрочем, само по себе не так уж и плохо. Многие критики в то время проводили аналоги музыки Rush и Led Zeppelin, а самолог Гэдди Ли за его высокий вокал называли вторым Робертом Плантом. Тем не менее, у себя дома в Канаде группа пользуется большой популярностью и после выхода второго альбома трио получает свою первую музыкальную премию в категории «Лучшая новая группа». Третий альбом, выпущенный в сентябре 1975 года, наметил в творчестве Rush отход в сторону более прогрессивной и концептуальной музыки. Пластинка состояла всего из пяти вещей, одна из которых длилась более 12 минут, а вторая сторона вообще представляла собой многочастное 20-минутное произведение. Стоит заметить, такой подход, многочастные композиции в сочетании с обычными по формату песнями, группа будет использовать затем в своих последующих альбомах. После выхода альбома Rush снова едут в Америку на разогревающие гастроли, во время которых создают материал для следующей уже четвертой пластинки. Альбом 2112, вышедший в 1976 году, четко зафиксировал все предыдущие находки группы, а также обозначил музыкальное направление, в котором отныне трио будет двигаться и которое будет развивать на протяжении нескольких последующих лет. Первая сторона пластинки, как водится, многочастное концептуальное произведение, а вторая состояла из пяти песен. За главной композицией 2112, Нейл Пирт дал волю своей фантазии и нарисовал картину будущего, в котором власть на просторах Солнечной Федерации захватывает каста псевдорелигиозных диктаторов, именующих себя священниками храма Сиреникса. Они сообщают о всеобщем мировом равенстве, о любое проявление индивидуальности и творчества объявляют вне закона. Главный герой эпоса находит давно забытый инструмент – гитару и радостно несет ее жрецам, которые, однако, запрещают ему прикасаться к инструменту, мотивируя это тем, что музыка нелогична и от нее нет никакой пользы. Гитара уничтожается, а главный герой покидает мир в поисках лучшей жизни. Вот такое далеко не оптимистичное будущее. Надо сказать, что подобная тематика затрагивалась Нейлом Пиртом в песне группы и раньше. Например, текст песни Anthem из альбома Fly by Night был написан по мотивам одноименной книги писательницы Эйн Рэнд. Песня о тоталитарном государстве, правительство которого постановляет, человек может жить только общественной жизнью, а какие-либо проявления личности и свободы считаются незаконными. Тексты этих двух песен «Раш» в полной мере отражают взгляды и убеждения Нейла Пирта, который неоднократно в различных интервью заявлял о том, что не верит во всеобщее равенство, и для него совершенно очевидно, что люди не равны. В результате этих неосторожных заявлений на группу посыпались обвинения в экстремистских и даже профашистских взглядах, что, конечно же, не соответствовало действительности, если учесть хотя бы тот факт, что во время Второй мировой войны родители Гэдди Ли были узниками концлагеря Аушвиц. Отголоски этих обвинений еще долго будут преследовать «Раш», однако слушатели, несмотря ни на что, приняли «2112» на ура, и только за первую неделю разошлось около 100 тысяч копий этой пластинки. Более того, для многих поклонников трио альбом до сих пор является одной из лучших работ группы. Алекс Лайсон спустя много лет сказал, «До сих пор фаны в своих письмах пишут нам, что «2112» для них самый лучший. Как будто это был наш пик, после которого мы только стремились вниз». В 1977 году трио записывает новый альбом. Как по звучанию, так и по содержанию это была уже более зрелая работа. Музыка группы стала утонченней, большее пространство в общем звучании группы отводилось акустической гитаре и клавишно. Нео Пирт ввел перкуссию и до предела обставил барабанами свою установку, а Гэдди Ли впервые подгрузил звук бас-гитары. Пластинка состояла из шести композиций, двух более чем десятиминутных и четырех обычных по длительности, среди которых знаменитая «Closer to the Heart», на которую Раш снимает свой первый видеоклип. Эта песня становится своеобразным гимном канадского трио. На концертах ее слова вместе с Гэдди Ли поют все поклонники группы. Достаточно послушать любой из концертников, на котором она записана. Для воплощения на концертах студийного звучания альбома Лайсон и Ли заказывают себе двухгрифовые инструменты. У Ли один гриф басовый, а второй гитарный, которые использовали затем долгое время. Эти инструменты можно увидеть и в ранних видеогруппах. По возвращении домой Раш признают лучшей группой года Канады. Спустя некоторое время трио записывает очередной альбом, который вышел в свет в 78-м году. А год спустя правительство Канады присуждает Раш звание послов музыки. Восьмой альбом выходит в январе 80-го года. Первая композиция альбома, изданная отдельным синглом, демонстрировала новое звучание Раш. В это время тексты трио становятся более реалистичными и вместо придумывания фантасмагоричных историй Нейл Пирт начинает писать о более простых вещах, окружающих современного человека. Вышедший в феврале 81-го года альбом Moving Pictures стал настоящим прорывом в атмосфере нависшего в то время всеобщего музыкального лакуума, так как на звуковых просторах шоу-бизнеса безраздельно царил панк-рок. Плотинка состояла из семи композиций, каждый из которых по-своему являлась настоящим мини-шедевром. Именно альбом Moving Pictures стал той самой работой Rush, которая в наиболее полной мере олицетворяет знаменитый хард-арт-роковый стиль канадского трио. Квинтэссенцией альбома, безусловно, является великолепная YYZ, своим загадочным названием обязанная шифру, используемому для нумерации багажа в аэропорту Торонто. Эта эффектная инструментальная композиция появилась на свет в результате многочисленных джеймс-сейшенов – Нейла Пирта и Гэди Ли. Мы с Алексом записываем все наши джемы, и много раз те счастливые моменты, когда мы по-настоящему схватывали грув, изучались, препарировались и трансформировались в песни. Джемы – это настоящий отдых. Ни тебе вокальных мелодий, ни тебе стихов – красота. Что касается текстов, на Moving Pictures Пиртом был затронут спектр самых различных тем, начиная от особого внутреннего мира подростков до культурных различных между столицами Англии и Америки. Бесспорно, трио достигло в своем творчестве очередной вершины. Дальше можно было пожинать плоды и почивать на лаврах. Но динамичность заложена в самом названии группы – Rush на то и Rush, чтобы не останавливаться на достигнутом. Трио продолжает музыкальный поиск и принимает решение выдвинуть на передний план клавишные, а гитаре и басу предоставить значительно меньше музыкального пространства. В это время Нео Пирт увлекается электронными барабанными пэдами, Алекс Лайсон осваивает новые гитарные эффекты, а Гэди Ли начинает эксперименты с секвенсорами. В результате некоторые песни на концертах исполняются группой под клик. В 1982 году вышел очередной студийный альбом Signals, который и продемонстрировал новые устремления. Звучание явно тяготевшее к New Wave, что наиболее ярко обнаружило себя в композиции The Weapon, с множеством клавишных, октавным басом и прохладным отстраненным звучанием. Более половины песен этого альбома исполнялись под аккомпанемент клавишных, а бас-гитара Гэди Ли появлялась в них лишь фрагментарно, играя ровные и весьма скупые линии. Изменения коснулись и гитары Лайфсона. Он вставлял свои фирменные соло только в отведенные места, а в основном на гитару были возложены аккомпанирующие и заполняющие функции. Для этого альбома характерно сильное влияние другого трио, The Police. Но в целом это была уже совсем другая работа. К сказанному еще следует добавить, что альбом Signals стал последним записанным при участии продюсера Терри Брауна, с которым Rush сотрудничали на протяжении предыдущих 8 лет. Новым продюсером становится Пит Хендерсон, при содействии которого в 1984 году записывается новый альбом, продолжавший развивать музыкальные идеи предыдущей пластинки. Rush пошли еще дальше, и от старого звучания трио практически не осталось и следа. Не обошлось, как водится, и без влияния Police. Впрочем, сам Гадили никогда не отрицал влияние и других коллективов на творчество Rush. В начале 70-х, когда мы начинали, на нас оказывали влияние многие группы, в частности представители прогрессивного рока типа Yes или Genesis, но мы испытывали на себе влияние вообще любой музыки, которую слушали, независимо от того, современная она или нет. Так в конце 70-х серьезным влиянием для нас стали Police. Но если вдруг вы, прочитав эти строки, сделали вывод, что альбомы Signals и Grace Under Pressure вовсе не заслуживают вашего внимания, вы неправильно меня поняли. Перед записью следующей пластинки группа вновь меняет продюсера. На этот раз им становится Питер Коллимс. Спродюсированная им пластинка вышла в 85-м. Это была уже более осмысленная работа трио в новом музыкальном направлении. Клавишные, конечно же, продолжали доминировать. Кроме того, появились оркестровые аранжировки, но влияние Police к этому времени уже сошло на нет, органично ассимилировавшись и растворившись в собственном стиле Rush. Вдобавок ко всему, Гадили решил вспомнить про свой талант бас-гитариста, и в песнях этого альбома его бас-гитаре отведена далеко не последняя роль. В общем, пластинка удалась. Все предыдущие эксперименты и находки группы к этому альбому органично сложились в новый стиль. И, насколько я знаю, многие поклонники трио и музыканты даже считают ее лучшей работой Rush и эталоном звучания такого рода стиля. В альбоме 1987 года, который также продюсировал Питер Коллинз, гитара Лайфсона была еще чуть отодвинута на задний план, а Гадили продолжил политику по возрождению своего бас-гитарного таланта. Позже Гадили скажет про этот период. Мы не расставались с мыслью, что должны достигнуть состояния, когда сможем сыграть на сцене все то, что делаем в студии. Я окружал себя на сцене грудой аппаратуры, пытаясь петь, играть на клавишных и бас-гитаре одновременно. Вскоре группа вновь меняет продюсера. Гадили так прокомментировал этот непонятный многим ход. Мы очень долго работали в нашем узком кругу, но сейчас я стал замечать, что каждый новый человек, появляющийся около группы, продюсер, звукоинженер или аранжировщик, учит нас чему-то новому. В связи с этим было принято решение менять продюсера каждые два альбома. Исключительно ради приобретения новых знаний и продвижения вперед. Следующая пластинка, выпущенная в 1989 году, ознаменовала новый этап в развитии, а точнее постепенный возврат к первоначальному саунду. Песня становится собранней, возвращается рифовость и гитарная аккордовая жесткость. Правда и помпезность не ушла. Теперь только она воплощалась в основном при помощи гитары Лайфсона. Ему было дозволено исполнять партии, которые раньше доверили бы клавишам. Помимо того, что гитара вновь стала отвоевывать себе звуковое пространство, в музыке трио появились элементы фанка. И примерно в это самое время Гадили начинает развивать концепцию грубо на бас-гитаре, который дает название «слэп без слэпа». В общем, альбом Преста звучал цельно и содержал много ярких песен. Альбом 1991 года еще более гитарный, более роковый и не менее хитовый. Поиски в области фанка материализовались великолепной инструментальной композицией «Where is my thing?». Перед началом следующей работы группа возвращается к помощи продюсера Питера Коэнса и принимает решение кардинально изменить саунд-группы. Алекс и Гэдди проводят уйму времени в своих домашних студиях, создавая наброски песен для очередного альбома. Черновой материал порядком отличался от того, что трио делало ранее, и как следствие он требовал и другого подхода к звуку. Вышедший в 1993 году новый альбом вновь удивил всех – и критиков, и поклонников. Альбом ознаменовал возвращение трио к своим рок-корням. На переднем плане вновь царят гитара, бас и барабаны, а клавишные – отодвинутый на задний план. Присутствовала и очередная инструменталка под названием «Leave that thing alone». Подобно многим нашим инструменталкам, эта вещь проходит через множество настроений и создает очень яркие краски. Инструментальные композиции – это, конечно же, потакание нашим слабостям, но и в то же время наше самое истинное состояние. «Можно сказать так, раз уж ты вытерпел эти восемь песен, в конце тебя ожидает маленькая инструменталочка. Когда ты добираешься до инструменталки, можно отбросить все внешнее и просто наслаждаться», – говорил Гэди Ли. После выхода альбома группа отправляется в очередное турне, по окончании которого впервые берут небольшой тайм-аут. Нео Пирт совершает велосипедные путешествия по Западной Африке и пишет об этом книгу, а гитарист Алекс Лайсон приступает к работе над первым сольным альбомом. Вновь встретившись, Трио записывает и выпускает в 1996 году новый альбом. Песни с жесткими гитарными рифами продолжили развитие идей предыдущего альбома. Как следствие, в новых песнях группы для клавишных практически не осталось свободного пространства, а саунд Трио почти окончательно избавился от былых поп-роковых достижений. Наверное, в этом и заключается секрет живучести группы и разноплановости ее работ. За всеми музыкальными влияниями и веяниями времени альбомы «Раш» остаются работами «Раш». Проколы, конечно же, случались, однако сами музыканты Трио никогда и не отрицали этого. Так, в интервью 1997 года, на вопрос «Оглядываясь на свои работы, рассматриваете ли вы что-то как неудачу?» Гадили открыто ответил «Конечно! В каждом альбоме есть одна или две такие песни. Неизбежно, что за 20-летнюю карьеру появятся альбомы, которые будут считаться неудачными. Ведь никто, кроме может быть гениев, не может постоянно пребывать в наилучшей форме. Для нас же, мнимых гениев, развлекающих себя и свою публику, это как подброшенная монета. Мы просто пытаемся сделать нашу музыку лучше. В 1997 году правительство Канады за заслуги перед Отечеством награждает группу Орденом Канады. Ничто не предвещало беды, и будущее коллектива представлялось весьма оптимистичным. Но неожиданно, несчастье одно за другим настигает барабанщика Нейла Пирта. Его жена Жаклин умирает от рака, а 19-летняя, единственная дочь Селена погибает в автокатастрофе. Нейл впадает в тотальную депрессию и совсем отходит музыкальных дел. Его друзья и коллеги объявляют о бессрочном замораживании проекта РАЖ. Дальнейшее существование Триел было под вопросом. Для восстановления душевного равновесия Нейл Пирт решает совершить путешествие по Северной Америке. И в итоге проезжает на своем мотоцикле более 50 тысяч миль. На протяжении всей поездки он ведет дневники, которые позже трансформируют в новую книгу. В это же время он знакомится с Кэрри Нэттл и в сентябре 2000 года женится во второй раз. Друзья встретились и посовещавшись решили новому альбому быть. Фаны группы замерли в ожидании. Во время студийных сессий просачивали слухи о том, что новый альбом Трио получается весьма экспериментальным, минималистичным и жестким. Но никто до последнего не мог точно сказать, что же это будет за работа. Наконец, в начале 2002 года альбом вышел. И оказалось, что это самая тяжелая работа группы за всю историю их существования. Впервые за последние 26 лет Трио совершенно отказалось от клавишных. Гитары Лайсона теперь полностью владели ситуацией. Они были повсюду. Все звучало очень мощно и агрессивно. Что же касается Нейла Пирта, то ему удалось показать всем, что он находится в отличной форме. И многим даст фору еще на много лет вперед. В созданных им для альбома текстах, помимо всего прочего, нашли место личные переживания и события последних 5 лет. Однако следующий альбом пришлось ждать еще 5 лет. Но это того стоило. И группа вновь вернула себе самые высокие позиции в чартах по всему миру. После этого фанатов вновь ждало испытание временем. И следующего релиза они дождались лишь в 2012. В 2018 году участники группы заявили, что они приняли решение закончить многолетнюю карьеру. А в январе 2020 года, после трехлетней борьбы с Гео Бластомой, Нейл Пирт ушел из жизни. Ему было 67 лет. Теперь уже Раш не запишут более ни одного альбома и не сыграют ни одного концерта. Они уже сделали больше, чем кто-либо другой. Судите сами. Десятилетия втроем, большое количество разноплановых альбомов и огромный вслед в истории. Рашу достойны званий «Рыцарей Канады». Трио включено в канадский зал славы рок-н-ролла. А в Канадском музее цивилизации в Баттаве открыта постоянная экспозиция, посвященная группе.